Наверное, прежде всего нужно еще раз сказать спасибо, собственно, Михаилу Борисовичу, потому что это он же издал эту книгу, все, может быть, знают, но надо это обозначить, потому что все люди, которые пишущие, а я пишущий, издающие книги, знают, насколько это сейчас неблагодарное дело издавать книги, которые не являются детективами Акунина, допустим, некоммерческие. Так что мы должны благодарить Михаила Борисовича за это. Предоставим теперь слово Михаилу Борисовичу. Вот здесь я просто покажу, почему мы с Сергеем Викторовичем сошлись близко. Потому что, и у нас такое взаимопонимание образовалось, потому что мы, и я, и он, писали и стихи, и прозу, и, так сказать, научные работы. И я решил именно издать эту часть его творчества для того, чтобы, вот, ну, поскольку я видел, что это достаточно интересные работы. И, в общем, вот так вот и родилась книга. Кстати говоря, обложку делала моя 13-летняя дочь. То есть вот это вот, собственно, вот эта вот идея, в которой, опять же, мы попытались с ней синтезировать две, два его увлечения таких больших жизненных, я так понимаю. Это любовь к северу, собственно, где он, я так понимаю, провел около года в экспедиции. Ну и, собственно, здесь, как видите, северное сияние. И к югу, диаметрально противоположная точка, собственно, к пирамидам. И, то есть вот здесь вот такое соединение севера и юга. Это тоже, в общем, некий нонсенс, да, такой получается. То есть вот это вот у меня два года назад вышла книга. У меня их несколько сборников поэтических. Это последняя. Называется «Нелинейная любовь». И я сейчас ее даже поставил не для того, чтобы, вот, скажем так, акцентировать внимание, а просто обратить вам ваше внимание на некую гамму. Вот. И эта гамма, она на самом деле неспроста. Ну и, в общем-то, в каком-то смысле я, как вы видите, сижу в кофточке такого же цвета. Сиреневый цвет – это на самом деле очень важный цвет. Это цвет верхней чакры. То есть это цвет, который означает связь с божественностью. Ну и, скажем так, вот эта книга «Топология социального», она, ну, она написана на основе, там, условно говоря, 15 научных статей. Они являются некоторым скелетом для нее. Но тело, они все-таки, книга все-таки написана по мотивам. Тело, в основном, нанизано на нее уже такое, более, столь, книжное, литературное. И хотя это считается научная монография, но все-таки я ее писал, пытался написать для всех, чтобы она читалась и воспринималась всеми. Все символические формы, все научные теории приходят к нам через поэтов. То есть они приходят как поэтические формы. Дальше они эволюционируют. Ну, для этого я использую некий график гиперболы. То есть, условно говоря, они эволюционируют, они перетекают в научные формы. Ну, например, поэтическая форма о теории струн в квантовой механике. Я думаю, многие слышали про нее. Ведь если довериться этой теории, то, значит, соответственно, мы живем в сплошной музыке. Уж куда более как поэтическая форма. Вот, далее, то есть, соответственно, форма эта эволюционирует. Вот, она уже превращается в некую, ну, в возможную форму. Сперва она, так сказать, как невозможная, поэтическая рождается. То есть, что такое поэзия? Это всегда какой-то, ну, там, условно говоря, бред сумасшедшего. Ну, по крайней мере, очень часто так воспринимается, особенно учеными. Вот, и при этом они не замечают, как, собственно, этот бред втекает в науку и совершенно спокойно там начинают жить эволюционеры. И дальше уже из науки формы вытекают в философию. И они превращаются там, затвердевают, условно говоря. То есть, условно говоря, некий газ поэзии сперва конденсируется в науку. Заметьте, такой фазовый переход происходит. И дальше следующий фазовый переход они затвердевают в философии. Вот это вот удивительно. И, ну, собственно, Сергей Викторович владел хорошо и тем, и первым, и вторым, и третьим, так сказать, способом мышления. Ну, вот скажу, что мы, ну, вообще, как я с ним в первый раз познакомился, я услышал его научную работу, которая была посвящена геометродинамике. Значит, он предположил, ну, то есть, вот все слышали, я думаю, краем уха о том, что вот Эйнштейн, значит, преобразовал некую ньютоновскую теорию тяготения, сказав, что у нас не просто что-то притягивается к чему-то, а что у нас что-то искривляет пространство, и в этом искривленном пространстве, условно говоря, как под горку, другое тело начинает падать. Ну, то есть, вот не просто стала прямая такая, да, плоскость, она преобразовала вид горки. И вот теперь у нас Луна с этой горки падает в сторону Земли. Но поскольку она все время падает как бы мимо Земли, то, в общем, получается вращение. И Эйнштейн ввел некий метрический тензор, ну, точнее, его еще ввели до него, но он ввел его в обиход уже в физику, так сказать. Вот этот вот метрический тензор как раз характеризует, как у нас искривлено пространство, в котором мы живем, включая все наши космические объекты. А Сергей Викторович, он предположил, что метрический тензор не только зависит от, скажем так, координат, но зависит еще и от скоростей объектов. То есть, это искривление, условно говоря, которое Земля для Луны искривляет пространство, она не просто вот искривляет в зависимости от расстояния между Луной и Землей, но еще и зависит от их скоростей. То есть, вводится некая асимметрия. То есть, если бы скоростей не было, то у нас пространство было бы симметричным, условно говоря. Но поскольку появляется вектор скорости, он всегда вводит некую анизотропию, асимметрию. И в результате появляется вот такая уже анизотропная геометродинамика. И вот что важно, то есть, что меня тогда очень сильно зацепило, когда я услышал первый раз эту работу, про то, что он не просто работал вот с этим уже метрическим тензором, он его разложил в ряд Тейлора, так называемый в математике, до скоростных, так скажем, членов. И работал с этим тензором, и обнаружил, что частица в квантовой механике движется не по прямой. Если верить, допустим, этим формулам, которые он говорил, но он так и говорил, то есть, доверять этим формулам, которые я вот пишу, то она движется не по прямой, а по спирали. Следующая работа, которую, конечно, хотелось бы обозначить, я так понимаю, что она была в каком-то смысле смыслом его жизни, причем я всю историю развития этой идеи, конечно, не знаю, но могу предположить только. Это то, что он некоторым своим собственным методом умудрился обнаружить гравитационные волны. Собственно, ну, огромные, я думаю, многие слышали, что эти гравитационные волны, дай бог памяти, 12-й или 14-й год были обнаружены в Америке. То есть, это огромная коллаборация ученых со всего мира, там их несколько тысяч, значит, создали интерферометр, который стоит многие сотни миллионов долларов в Америке. Значит, ну, точнее, их два было интерферометра, второй где-то, по-моему, в Азии, могу наврать. Значит, и, собственно, через которое зарегистрировали вот это вот, ну, искажение пространственное, искажение, образуемое слиянием двух черных дыр. То есть, когда две черные дыры сливаются, происходит, ну, условно говоря, некий такой мегавзрыв. Любой, условно говоря, взрыв материи, он искажает пространство. Но уровень искажения зависит, конечно, от этого уровня взрыва. И вот, когда две черные дыры сливаются, это действительно грандиозный такой взрыв. И вот от очередного слияния таких двух черных дыр было обнаружено на двух интерферометрах некий всплеск, которые скоррелировали и увидели, что да, совпадает. И было тогда объявлено всему миру, что гравитационные волны обнаружили. Так вот, Сергей Викторович, значит, придумал новый способ, причем он к нему пришел, я так понимаю, не сразу. Пришел сперва косвенно. Значит, дело в том, что многие газовые облака, которые в космосе есть, ну, то есть они есть повсюду, где-то более плотные, где-то менее плотные, ну, там в районе центра галактики их больше, они образуют мазеры. Мазер – это то же самое, что и, по сути, лазер. Значит, когда вот это облако, таким образом меняясь, оно образует резонатор, внутри которого формируется когерентное излучение на радиодиапазоне. То есть лазеры, в обычном, которым мы привыкли указками пользоваться, это видимое излучение, там микроны, вот. А радиоизлучение – это, там, ну, километры, например. Длина волны имеется в виду. Вот. И вот эти вот газовые облака время от времени образуют такие резонаторы, внутри которых вот эти образуются когерентное излучение, и это излучение идет, попадает прямо на Землю. Я не знаю, с какой частотой это образуется, но вот, значит, изучая, собственно, вот это вот излучение, и потом, я уж не знаю, как он до этого додумался, очень мне интересно, конечно, сейчас, но, к сожалению, я думаю, что, наверное, может быть, кто-то и расскажет, если слышал. То есть была идея такая, что где-то в стороне от этих мазеров могут вращаться две быстро вращающиеся относительно друг друга звезды с частотой, например, один час. Представляете, две звезды, вот типа два Солнца, вращаются вокруг друг друга с частотой один час. Это тоже, ну, такое нечто, конечно, фантасмагорическое для нас. Хотя для космоса, вот это тоже, на самом деле, очень интересно, что мы очень часто мыслим в человеческих понятиях о чем-то, что вот такого быть не может и так далее, а для космоса какие-нибудь там давления, например, миллиарды атмосфер, это совершенно нормально. Ну, у нас в Земле, кстати говоря, 5 миллионов атмосфер, если что. Вот, и там в Земле могут совершенно другие реакции происходить, которые у нас немыслимы даже. Но я сейчас не об этом, а о том, что вот две звезды, вращающиеся такой частотой, такие огромные звезды, на самом деле тоже искажают пространство. Это тоже, в общем-то, не, ну, как сказать, нечто, это, ну, как бы лучше-то выразиться, ну, некий градиент, что ли, напряжение вот этих вот пространственного, вот этого метрического тензора образуется при таком вращении. Вот. И, а в Мазаре есть такое понятие, как частота РАБИ, значит, это характеристика некоторая для, собственно, газа, который излучает, это вот, когерентное излучение, извините за тавтологию. Значит, и эта частота РАБИ, она характеризуется дипольным моментом в частицах излучающих. И дипольный момент, это, в общем-то, пространственная характеристика. И эта пространственная характеристика, по предположению, будет модулироваться вот этой гравитационной волной. То есть, а модуляция любая, я думаю, многие помнят про качели, если мы будем подтягивать верхушечку у качели, это называется параметрический резонанс, то качель будет раскачиваться. И, собственно, вот эта вот модуляция гравитационных вращений вот этих быстрых звезд, модуляция, если совпадет с частотой РАБИ, то, значит, то, соответственно, это можно зарегистрировать на Земле. И они много лет этим занимались, я так понимаю, что эта история, они занимались впущенно там совместно с астрономами. Я так понимаю, что он года два, наверное, три занимался астрономами, наверное, довольно долго еще готовил это все, потом какой-то период времени заняло, конечно, написание некой программы, которая сможет из всего шума, который ловится в этом излучении, из этого шума выделить вот эти вот резонансы с вращением этих вот двух звезд. Вот. И в конце концов у них получилось, и то есть он был уверен, что они выделили это, именно нашли это, потому что оно характеризуется там определенными параметрами, которые, соответственно, ну, не могут объясниться другим каким-то образом, потому что критики, я так понимаю, он получил тоже выше крыши. По крайней мере, в любом случае эти работы, и эта работа связана с гравитационными волнами, и работа про геометродинамику, ну и остальные, многие работы его научные, они, конечно, раньше опубликованы в различных научных журналах, тоже он, я так понимаю, пробивал это все достаточно тяжело. И что на самом деле удивительно, знаете, мне показалось, ну, вот это, во-первых, тонкость и деликатность человеческая, это всегда для меня очень важно, ну, по многим обстоятельствам не буду углубляться, значит, он, то есть вот мы обсуждали какие-то глобальные вопросы, он так деликатно мне, когда я ему подарил свою книжку со стихами, вот эту, он мне так деликатно там отправил ссылку на свои стихи, то есть вот так вот стесняясь. Ну и потом, когда уже, скажем так, я оценил эти стихи достаточно высоко, он совершенно как бы, ну, так преобразился, и это, ну, то есть какое счастье, потому что вот этот вот страх быть непонятым, это вот настолько он нас гнобит, и настолько он, к сожалению, нами управляет, и не дает, так сказать, раскрыться человеку, это, ну, с одной стороны, всегда мне было понятно, но с другой стороны, это, это, это было всегда, ну, вот так вот, так обидно. Как-то был на конференции, там, посвященной Аристотелю, и, значит, у Аристотеля есть целый, ну, у него есть метафизика, есть физика, и в физике он страниц 300 размышляет на тему, что такое пустота. Представляете, 300 страниц. И вот я в какой-то момент лектора спрашиваю, а скажите, пожалуйста, а пустота и ничто, это одно и то же, или как? И мне, а тут сидела рядышком женщина и говорит, тише, тише, ничто к тому моменту уже было выброшено в ведро. И мне так эта фраза понравилась, ничто выброшенное в ведро, что я, в общем, тут же написал стихотворение. Собственно, это любимый вопрос Мамардашвили, ну, великого нашего советского философа, который говорил, спрашивал, почему есть ничто, то есть почему есть нечто, а не ничто. В груди осталось только нечто, ничто заброшенное в ведро. И кружит, кружит бесконечно заиндивевше серебро. А я хочу золотого снега, хочу оранжевых орбит, пускай расскажет Кастанеда, где кантом фантазер убит. И почему углы прямые, и ткань бестактностью мягка, и языки тоскою злые, жующие слова слегка. Ничто всего гораздо емче, оно не просто пустота. В египетской пустыне громче звучат немые города. Я в заключение хотел прочитать одно стихотворение Сергея Викторовича. Ну, на мой взгляд, это совершенно гениальное стихотворение. Здравствуй, Кай, я пришла. Здравствуй, Герда, скорей. Без тебя у меня ничего не выходит. Все осколки смешные. Ледышки пустые, лежат и лежат. Что ты делаешь здесь? Только снег и торосы, и ветер. Я не знаю и сам. Только знаю, их надо собрать. Ну, давай собирай. Ты же умный, красивый и смелый. О, как ловко ложатся они на стекло. Вот смотри, если я соберу это слово, заветное, вечность, что пока никому и нигде, и никак не пришлось. Этот мир будет мой, и коньки, что как ветер, скользят над дорогой. Впрочем, это пустое, а главное — это собрать. Что же, я подожду, а потом мы пойдем на лужайку, где так весело-весело прыгает мяч на траве. Да, трава, хорошо. Посмотри, это вея. До тебя у меня никогда ничего не ложилось. Так, а это сюда. Ты такой молодец. Может, хоть ненадолго пойдем? Я хочу быть с тобой. Там, где сосны и море, и вечер. Там, где прыгает мяч. Мяч? Да-да, хорошо. Но тут, понимаешь, такая проблема. Что-то колет мне сердце. И ясно смотреть не дает. Вот сейчас посмотри, Герда. Видишь три новые буквы? Бедный Кай. Ты не видишь, что я замерзаю совсем? Да, конечно. Постой. Что, мяч? Он веселый и круглый? Эти острые льдинки мне так непослушны. Смотри! Ты не слышишь меня. Я живая. Мне место на солнце. Но я жду тебя, Кай. Потому что играю с тобой. Так, теперь подожди. Я сейчас принесу еще горсть, чтобы все получилось. Вот смотри, это вечность. Я хотел бы всю вечность тебе это слово дарить. Герда, где ты? Эгей! Ну-ка, где вы, коньки, самолеты? Мчите к Герде меня. Она в прятки играет со мной. Герда, что? Почему? Ты заплаканно смотришь. Ты играешь с другим? Правда? Герда, весело прыгает мяч. Ты решила, что? Что? Что тебя никогда не услышу? Ты подумала, что? Что с тобой я не буду играть? Я же тоже живой. Только сердце так колет. И слезы. Что-то там мне мешает смотреть. Почему ты молчишь? Ты играешь с другим. Этот мир бесконечный и круглый. Мне как раньше не нужен. Так и не нужен теперь. Герда. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров.